Я очень боялся, как сказать, что я боялся каких-то претензий. Мои люди имеют лучшие рефлексы, чем мёртв? Я говорю, как мёртв. Мои девочки всегда говорят, что девочки всегда меня отреживают в школе и потому что они могут быть мёртвом, они могут меня трогать. Да. Ты можешь мёртвом, тоже, мёртв? Да, это же я сказал. Привет, меня зовут Таисия, мне 30 лет, я соосновательница проекта в KingKiRussia и бурлеск-шоу Ladies of Burlesk. Моё лучшее свидание стало моим худшим свиданием. Мы смеялись, говорили друг с другом обо всём, мы целовались, гуляли, и я уехала с этого свидания с полным ощущением, что это навсегда. И больше он мне не позвонил. Наверное, главный недостаток в мужчине – это сексизм и нетолерантность. Часто, когда ты говоришь или пишешь в Тиндере, что ты занимаешься кинки-вечеринками или бурлеском, сразу почему-то парни пишут исключительно про секс. Абсолютно необязательно, что если я кинки, я хочу только one-night-stand или быстрых свиданий. Мне, как и любой женщине, хочется иметь человека, которому я могу доверять, который бы уважал меня и принимал такую, какая я есть. Меня зовут Бекки Янг. Я 30-летний. Я ведусь от Анти-Диа-Райт Клуб, и я фреланс-эвент-продукер, и я фреланс-эвент-продукер, и я фрелинист. У меня есть качество мужчин, что это важно для меня – быть caring, не принимать себя слишком серьезно, и, ideally, не быть мисогонистом. Абсолютно лучший день я никогда не позвонил, это было, очень-то неизвестно, с мужем. Абсолютно лучший день я никогда не позвонил, я не знаю, как я работал с дочерьми, и я феминист. Моя самая старая хобби, когда я дома, это еще играть на cellо. Я помню, что один из самых лучших датей я видел, что человек, который был буквально манскланированным все время. И я много говорю, поэтому если я не имею space в конверситет, я очень рада. В любом случае ситуации, то есть, обучение, особенно о феминистике, может быть немного жестко, немного violent. Таким образом, человек, который берет время слушать и ответственность, даже если есть много разговаривания, это всегда хорошо. И просто воспринимать людей, которые вокруг него, мужчины и женщины, в таком случае, очень спокойно. Я люблю спокойные мужчины. Да. Всем привет! Ты в порядке? Всем привет! Да. Ты в порядке? Да, очень хорошо. Доброе утро, как вы? Доброе утро, как вы? Доброе утро, спасибо за просмотр. Это все хорошо, это был экспедиция. Да, я знаю, извините за все, как... Тенциальные камеры. Просто ладнешься. Мостажет. Пожалуйста. 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 В общем, я тоже. Ты знаешь, я сейчас слышу пиано, и я не regretto тебя остановить. О, это сессии. Пожалуйста, дай мне воду, как вы? Да, да. Да, да. Коль. О, тнен. О, это с температурой. Очень разнообразная. Я не пиваю температурой воды. Что вы делаете, в Лондон? Я просто работаю, сейчас, для того, чтобы я стою в хостел, поэтому я просто делаю бит-н-боб, для того, чтобы его... О, это как работа, или что-то? Да. Да, это более как... Это просто трейд-офф для бедения, но, да. Это просто просто... Так, да. Я просто... Ты карпантер? Да, я просто... Да, я... Или... Ты карпантер? Ты карпантер? Какие друзья? Я не знаю, как... Это странно. Какие-то еще, как, месяц назад, она была классная. Да. Да. Что это, твоя идея? Я не люблю... Не волнуйся, что-то. Да, да. Мой идея... Физически? Да. Физически, я люблю брюнетtes. Ага, и остальные? Для меня это важно, быть очень простым, honest, и респектным. И как это началось? Слушай, началось лет пять назад. Я сходила на пару вечеринок там. И меня прям торкнуло. Мне понравилось. Именно бурлеск? Нет, это были фетишные вечеринки. С бурлесками я познакомилась позже, чем с кинки вечеринками. А кинки это как переводится? Кинки это как странный, извращенный, сексуальный, не такой, как все, необычный. Я занимаюсь Kinky Russia проектами. Это сразу три проекта вместе. Кинки вечеринки, Kinky party. Kinky market это то, где можно одеться на эти вечеринки. И Kinky practice это мастер-классы по сексуальным БДСМ практикам. Все это я делаю последние три года. Вообще по образованию я режиссер. И ушла оттуда именно в тот момент, когда встретилась с миром кинки, бурлеском, и поняла, что мне это намного больше интересно. Когда мы начали заниматься кинки вечеринками, как-то постепенно феминизм стал вползать в мою жизнь. Потому что ценности Kinky сообщества напрямую связаны с идеями равноправия, взаимоуважения и к тому, что женщина может проявлять инициативу в сексе. И секс может происходить только по активному согласию двух взрослых людей. Руководство Kinky компании это женщины. И это фем-стартап. Абсолютно. Например, русский БДСМ, он очень ортодоксальный. Мужчины рассказывают, как женщины должны быть субмиссивными. Если ты там не любишь что-то очень агрессивного, то ты жестокого, то ты слабая и недостаточно, в общем, хороша, чтобы называться субмиссивной. И в целом там очень много порицания тех людей, которые, например, называют себя свитчами и любят в разные стороны меняться. Есть много негатива к мужчинам, которые не мужественные, выбирают нижнюю сторону. Хотя того, что ты умеешь шлепать женщин по попе и драть их за волосы, ты более мужественным не становишься. Мы очень много делаем с точки зрения образовательной деятельности. Все наши лекции связаны так или иначе с равноправием, феминизмом, сексуальным просвещением. Мы объясняем, почему это важно. Потому что очень много к нам приходит новичков, которые думают, что у нас что-то такое веселое про секс. Они клюют как бы на эту наживку, что сейчас мне будет много условно-бесплатного секса. Потом они приходят, и мы говорим, «Воу-воу-воу, погоди, сейчас мы тебе расскажем». Потому что без равноправия невозможен классный секс. В России я практически не встречаю мужчин профеминистов. Так или иначе, есть парни, которые интересуются эту тему в нашем кинке комьюнити, но надо понимать, что они уже все давно разобраны. У меня были моменты, когда я расставалась с парнем. Ну как расставалась? Во-первых, у меня не было настолько длительных отношений, чтобы я могла это назвать прямо расставанием. Потому что обычно, что какая-то фигня происходит, я узнаю достаточно на ранних стадиях. То есть были моменты, когда я привела одного моего потенциального парня на бурлеск, и он увидел, как там вышла на сцену девушка плюс сайз. И он скривил такое лицо, что я сначала подумала, что на сцене что-то произошло, что она там упала или у нее откололся каблук. А потом я на него смотрю, говорю, что такое? Он говорит, фу, типа она что сейчас будет раздеваться? И в этот момент меня переклинило, я поняла, что я не смогу с ним общаться. Даже потом он извинялся и говорил, что это шутка, но мне вот не помогло. У меня есть иногда ощущение, что у меня не было длительных серьезных отношений, именно потому что я слишком уважаю себя, чтобы вовлекаться в какие-то абьюзивные отношения или отношения с людьми, где меня не уважают и не ценят. Я решила, что я буду классная и напишу в своем профиле, что я феминистка. Во-первых, количество лайков уменьшилось вдвое. Во-вторых, я стала практически рупором феминизма, совершенно того не ожидая, потому что каждый второй спрашивал у меня, так, подожди, подожди, а феминизм это про что? Это вот про небритые подмышки мужа-ненавистничество? И мне приходилось вступать в эти дискуссии, потому что мне хотелось объяснить, что это не так. Каждый раз я на это реагирую все более агрессивно, просто потому что я очень от этого устаю. И, к сожалению, получается, что люди сразу реагируют в духе «А что ты такая агрессивная? Да ладно, я просто спросил». А на самом деле он просто спросил уже 200-й раз. Современный бурлеск — это абсолютно точно фем-направление. Там очень много про равноправие, про то, что называется словами diversity, разнообразие. То есть ты можешь быть любого цвета кожи, роста, пола, веса. Для бурлеска ты всегда подходишь. Я всегда любила сцену. Мне очень нравится творческая свобода. И мне нравится самореализация через сексуальность. Мне нравится придумывать костюмы, образы, танцевать, и чтобы на меня смотрели и мною восхищались. Бурлеск — это когда женщина на своих правилах выходит на сцену и показывает свое тело только потому, что она позволяет это делать. В бурлеске, например, невозможно полное обнажение. Всегда остаются на груди пестис такие наклейки и трусики, потому что это не как стриптиз, это не про объективацию и продажу женского тела, чтобы его побыстрее купили и, значит, использовали. Основная аудитория бурлеск-шоу — это женщины, 70%. Это связано с тем, что женщины видят на сцене таких же, как они, женщин, с неидеальными телами, может быть, там где-то целлюлит. Они видят, что женщина может проявлять открыто свою сексуальность, это не страшно, это красиво, это может быть уважительно. Очень долгое время во всей секс-индустрии, магазины, образование, порно — это всегда был мужской взгляд. И в тот момент, когда мы начали делать свою вечеринку, у нас было четкое понимание, что мы хотим сделать событие, где женщинам, прежде всего, самим будет комфортно. Такой матриархат. Слушай, ну такой... Я бы сказала, это равноправие, когда всем хорошо. Не только мужчинам и не только женщинам, а всем. Ты можешь на одну ночь надеть маску и стать каким-то персонажем, или, наоборот, условно, снять с себя все маски и, например, в душе ты всю жизнь кошечка, наконец-то побыть собой. То, что там происходит, все-таки имеет какие-то границы или нет? Законы Российской Федерации. Не только. Ну да. В смысле, сексом заниматься можно. То есть у нас есть несколько правил — можно все, нет, значит нет, не нравится — откажи, захотелось — спроси. И это как бы, в общем, да, про культуру согласие. Да. Вы дают люди с теми были ими, по-моему? Да, абсолютно, это не хочу быть проблемой. Это не важно. Да, это не важно, это ... Это просто не важно. Это просто не важно, я думаю, что это не важно, что я могу�ти это в состоянии. Я думаю, что вы получили. Может быть, они... Ну, я знаю, как-то хорошо. Вот, это просто не проблема. Да, действительно, не проблема. Я думаю, почему я расписал это... Да, да, да. И я согласен. Да. Хочется, не в и мы могли быbo понять, что, что это просто атф comida. Это просто не, чтобы быть человеком. Вы познакомились с ферминистом? Да, конечно. Хорошо. И все, что происходит с тобой? Ну, так же, как я имею мою личность, так же. Например. Что я сделаю? Если я не работаю в шагле, я говорю, что я не работаю с этим. Конечно. Но я уважаю моего партнера. Метель шу. Есть вопрос, что мы задавали много людей. Вы montали в авионе, если пилот был жен. Да. Я поставлю это. Да. С counselом, кто-то предыдущий. Это нести, кто-то пояс. Я говорю, что это вообще? Кому-то, что Crec. Я говорю, что-то, что-то там нет. Я говорю, что-то. Замкин. Я говорю, что-то мнение, что-то. Нет, а не за это. Я говорю, что-то все что-то возifiers. То есть, как-то с ним, как-то-ли. Я говорю, что-то. Когда я был в Мексико, приеме такой фотографии, я взялся с этим видео, я взялся лоб, потому что я был очень больно. И я очень сильно сытен, что я улетела снова, даже если я была очень улыбана, и это причина для того, как я взялся жалоб. И я была очень рада с моим бойцем, потому что я взялся жалоб, потому что я была комфортна, ou Doc so much shame and disappointment in myself and I was crying and I was so upset I had planned to like to go on this new diet and then, yeah I was looking for Fitspiration on Instagram and on social media and I found the complete opposite I discovered the Body Positive Movement online and that was kind of the beginning of the journey for me I was still like that's the kind of person the kind of woman I want to be living unapologetically in loud colours wear bikinis and not feel embarrassed about it So, this is our second panel of the day, The Politics of Ugliness in a Beauty-Obsessed Society. I'm Becky, I'm the founder of Antidote Riot Club, and I am going to be hosting. Antidote Riot Club is a community and platform. We host meet-ups and events, talks, workshops. They're all about fighting back against diet culture and educating people on the reasons why diets don't work and are actually detrimental to your mental health, physical health, and we try and inspire people to love and look after their bodies as they are. It all just came off the back of my personal journey with body acceptance and feeling, like, not good enough in my body, and constantly dieting and then, you know, failing, and then dieting again. I think I was, like, first starting to talk, like, argue with people, with my brothers and with, like, family members, or with friends, probably when I was, like, 14, 15, 16. That was, like, 10, 15 years ago. It was definitely kind of, like, a dirty word, feminism. To be a feminist was to be, like, hairy and a lesbian and all these, like, sort of stereotypes. But I think when I really started talking about it was when I was at Oxford. Because, yeah, it's just that kind of place. You just talk more about your politics there. I'm quite a privileged woman. You know, I live in the UK. I'm white. I'm, like, semi-abled. I've got a bone condition. But, you know, it doesn't completely affect my ability to get round. But still, you, there is no way that you can go through life, I think, as a woman and not experience sexual harassment from people, you know, comments about your body, comments about your weight. We have, you know, legislatively and economically more equality, and people will always say that. But what patriarchy does is it then changes its clothes and comes at you in a different way. And feminism doesn't just fight for women. It fights for, you know, people who are trans. It fights for men. It fights for queer people and people who are differently abled. Feminism now, in comparison to, like, 15 years ago, when I guess I was first starting to think about it, is totally framed differently in the media. It's kind of like a buzzword. Celebrities are all clamouring to say that they're feminist. And I think even 10 years ago, it always used to be a question, like, in interviews, would you consider yourself a feminist? And so many people would be like, no, I believe in equal rights, but I wouldn't call myself a feminist. And, like, that used to piss me off so much. I think that now people are a lot less scared of the world, are a lot less scared of, you know, being a feminist and what that might mean for you. You're not, like, you can be sexy and be a feminist now, and you can be attractive and you can be straight, and, you know, all these things. So it is kind of fashionable. I don't think that's necessarily a bad thing, but what is worrying is when that dilutes what feminism means. So, like, if it just means, like, wearing a hat, like the shape of a vulva, on your head and going to a protest, or equating feminism with just helping a certain type of woman. And that's the Burn the Patriarchy candle. I bought that at one of our events in 2018. But I haven't actually lit it yet. So, maybe I will do. I told my ex-boyfriend that I was going to be on this dating show about being a feminist. He was like, do you think that affects you as a, dating as a feminist? He said he was a feminist when two girls, and they really liked it. And I was like, of course they do. That is a great thing for you to say, but I still think if I put it on my dating profile that I'm a feminist, it would definitely warn some people off. But that's probably what I want it to do. I think that all the men I've dated, we've had arguments about gender and about feminist issues. I've never broken up with them because of it, because I think everyone thinks differently and I can't expect anyone to be perfect. But I think that I've probably let things slide in the past that I wouldn't stand for now. Just because that's what I'm involved with now and it's nice to be able to talk to people about it and not feel like I have to hide, not hide that part of myself, but that I can't debate and discuss it and feel challenged by them and encouraged by them rather than feeling like, I can't talk about this with you, because you just don't get it. I think maybe going out with me is difficult if I'm feeling angry about something. Maybe it gets a bit tiring, me constantly bringing up gender or inequality. I don't get that. I think that that's the right thing to bring up. But for my ex, I think I probably bored him a little bit. So that might have come into why we're not together anymore. There's so much time and energy wasted on finding a partner. And that it takes a lot out of your life. And if a partner fits into that, then that's good, but it's not necessary. Do you have any kind of an image of a feminist woman? When I came here, I'd recommend it with my friends. Well, in that case, I'd even... Take it? I don't know. Just to let it be, I'd recommend it. No, 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 no. I'm scared of some kind of pretensions. Maybe, well, abuse, like, psychologic moments. У меня есть несколько примеров. Есть примеры таких ярых девушек, которые ведут образ жизни, который не является общепринятым. Я его не осуждаю, но он просто выделяется. Подожди, а что такого, что они делают, чтобы вообще их можно было осуждать? Я имею в виду открытых лесбиянок, которые очень много об этом говорят, которые делают это на показ. Ну вот, такое складывается впечатление. Я имею в виду открытых лесбиянок. Как ты объяснишь это? Я не знаю, я читал это, но я не знаю, но я читал это. Скажи мне твои мнения, и я собираю свою мнению. Нет, я не знаю, но для меня, я двигаю лучше. Убери свою жизнь. Убери свою жизнь. Это огромное, что я говорю. Я говорю, что это не только ты, самир. Я говорю, что это не только ты, самир. Я говорю, что это не только феминист, а и феминист. Что ты думаешь? Это не только феминист, а и феминист, а и феминист, а и феминист, а и феминист. Это не только феминист, а и 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 феминист. Другой образ у меня есть просто знакомая, которая философ по образованию, которая участвует в международных конференциях и она просто глубоко изучала эту проблему. Такую позицию я, наверное, уважаю больше всего. Ну, то есть когда это не пустые слова, а когда это реальные действия. Можно я спросить тебя? Да. Например, Масален, когда я пишу инстасторию Масален. Да. Что-то очень радикальное в моих феминистах и все. И когда люди мне отвечают, и я меприрую свою мнение. Ты думаешь, что это несправедливо? Да. Это зависит от того, как ты употребляешься. Потому что ты должен знать, что когда кто-то употребляет, он действует, он действует... ...сильно. ...сильно. Это я, или он? Нет. 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 А может быть, нет, нет! Что касается женщин. Я для того, чтобы избежать табы и все это, если есть в правилах человека, что в правилах человека не прекращается от свободы. Ты не можешь атаковать свободы. Если он думает так, нет. Вы можете пытаться поверить его, но вы не изменяете его. Поверьте мне. Это нервит. Вы не можете изменять людей. Не пытайтесь изменять. Вы можете изменять людей. Вы можете изменять людей. Вы можете изменять людей, но не пытайтесь, потому что вы будете терять. Поверь с ним. Надо говорить. Это очень важно. Это очень тяжело. Это тяжело. Это тяжело. Поверь с ним. А я никогда не чувствую себя на улице. День с дней или ночью. Мне menos утром было 12 лет. Мне пришли к школе, ходили с другими друзьями. У нас была партия водой, поэтому я сотрудничала. И мы идали в страницу когда-то домой. Много парня с армией были суверены. Один из них, Ксуферли, сделав сделал его... ...пу-ш, вот так. И я помню, очень фокусировав. и очень страшно. И потом, человек на мотоцикле попросил прямо next к нам, и он сказал мне в арабском, «шляхи амисик», что означает «тай от твоего shirt». И когда я приехал, я был страшен, я был паником, и я думаю, что это был один момент когда я понял, что я был очень гордый, и я также чувствовала очень дискуссия. Что я должен сказать? Что я должен ответить или нет? Что я должен не ходить на улице с этой shirtом или нет? И я люблю, что это представляет женщина с нашим флагом. И ее сердце будет гордиться. Видите? «Пережит от огня» для революции. Я люблю это. Насколько лет в Лебану, мы проводим эту большую революцию, и это было бы возможность для всех в Лебану в Лебану приходить вперед и говорить о проблемах и уничтожениях. Мы провели большую революцию в поддержке женщин, которые были сексуализированы. И это было символически невероятно, чтобы все эти женщины приходят вместе и expressing себя так громко на этом вопросе. На Инстаграм, я пытаюсь быть о том, что эти вещи, и я делаю. И один день, я хотел бы поговорить о менструировании, потому что это очень важно для меня и как мы должны повышать, что женщины и у нас была так особенная и очень очень важная И я помню – это feedback. Многие женщины сказали, что это так важный, так замечательный, мы должны думать так, мы должны быть мы не должны быть это, и так. И там, было бы два-три женщины, но мы не говорили о том, что мы не говорили о том, что Если вы не понимаете, почему периоды были забыли, спросите. Если вы не понимаете, почему женщины иногда ищутся, спросите. Если вы не понимаете, почему они иногда ищутся, спросите. Если вы не понимаете, как периоды влияют женщины в вашей жизни, спросите. Если вы не понимаете, как это влияет их психологически, спросите. Если вы не понимаете, как это влияет их сексу, спросите. Есть всегда кто-то, и почти всегда человек, что скажет что-то, что я чувствую очень грустно и неудобно. Как, о, Господи, вы всегда пишете о феминизм, а можете поговорить о другом? Если это не моя жизнь, что это за это. Originally, я не была очень patientа. Я всегда был такой человек, который остановился на все что-то ненавидное в отношениях или в отношениях социальных ситуаций, и вернулся на это. Кстати, вы сказали это, и это, извините, но это не право. Даже если мы делаем весело, даже если мы не говорим о том, я буду открыть вопрос, потому что это ненавидное. Когда я получаю hate, я думаю, что это часть общения. И что я скажу это, если я скажу это несколько раз, и другие феминизм сказать его несколько раз, может, может, это будет новое новое решение в голове, и несколько лет назад, он не скажет точно так же, и это уже прогресс. Тостик мискуленности, 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 в каждой ситуации, в каждой стиле жизни, в каждой стиле жизни, они еще очень присутствуют. Они защитные, они важны, они важны, они гордятся, они гордятся в семье, вы знаете, это еще в каждой семье в Лебаноне, в любом случае. Если вы с большими группами, и есть мужчины и женщины, вы всегда увидите, как мужчины будут монополизировать звонить, вы wonder, как вы очень сможете не However, всё donde скрыть, иногда shift nearest, когда женщины foilわутят, или даже急, когда она говорит на то, что она в discutим, она подск�� pepper, они foliage, что она говорится перед собой, потому что она из10з для себя, она уже слишком emotiva, что она слишком сложная, Если я сыграл иногда, но мне ночь, я не желаю меня. Я не хочу, людей мешки мне в ceiling. Я, симсилие selbst, что я не пытаюсь каждого и menos男nten. Я ненавижу самим эстетичным, я ненавижу свою патриархию. Я всегда чувствую себя в мире более комфортным, в мире, 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 в чем я чувствую себя более эмпатичными, чем люди, которые никогда не были. Я ненавижу человека? И нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну знаешь, условно говоря, есть же такая тема, что если секс внутри семьи, то он всегда, ну как бы, муж и жена сами разберутся, им положено. То есть если, например, жена, допустим, говорит «нет», а мужчина насилует ее, то это не насилие, потому что это внутри семьи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 거чца Субтитры создавал ДimaTorzok Почему нет? Рах ту соль? Ты думаешь, что она имеет те же возможности? Она имеет те же возможности? Рах ту соль? Я не знаю. В Либнии, в мире арабского... В чем женщина? Это не как если ты говоришь в Европе или в Америке. Потому что ты постоянно есть этот патриархат, Эзабет Дик. Это было три года назад? Я знаю, я знаю. Когда я шел сюда, я думал, прежде всего, что феминизм с точки зрения не сексуальный, а с точки зрения общественности и так далее. Просто меня не касалось особо проблем женщин в плане сексуальности, самовыражения и проблем с этим. Потому что, ну, я все-таки мужчина. Я не знаю. Но я почему-то был убежден, что у женщин с этим все в порядке. Я просто на своей школе никогда не чувствовал что сказать нет бывает трудно. Я знаю, я знаю, что я люблю. Это неправильно. Какой-то неправильно. Какой-то неправильно. Или я еще больше. Ты любишь мазкал? Я не знаю, что это такое. Я не знаю. Это как текила, но с другими кактусом. Какое-то с огаве. Да, уживание огаве не с огаве. Да, не так. Так что вы не можете отрезать текила. Ты умеешь видеть, что я могу. Ты должен им это. Не, это с огуром. Все-таки к мужчинам предъявляются требования. Там, заработок, статус, еще что-то, да? Ну, это то, с чем сталкиваюсь я, да? То, что... Но феминизм, в частности, за то, чтобы из мужчины вот эту вот всю историю про мужественность снять. Я не против этой истории. Она мотивирует. Она мотивирует. И мотивирует очень неслабо. Без нее, возможно, бы мужчины превратились просто... Ну, как бы, я не знаю. Может быть, мужчины больше помогали по хозяйству. Да, я и так помогаю. Какая разница между мужчинами и женщинами? Ты задавал очень философски. Нет, потому что... Это все моя жизнь, да? Я тебе задавал эти вопросы. Я никогда не говорила о себе с никого. Никакой девушке, она сказала, что ты думаешь, что ты думаешь о равнических отношениях между мужчинами и женщинами? Нет, потому что я знаю, что у нас есть равнические отношения. Какая разница между тобой и я? На гениталях. 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 Окей. Это все? Это все? Это все, как я. Потому что, Месселен, вы говорите, что с мужчинами и женщинами... Ты дала один пример. Ты говорила, что, Месселен, что мужчинам и женщинами имеют лучший философский. Какая разница? Это, это... Это... Это эксперимент. Это очень тяжелый вопрос, но я не знаю, что вы делаете. Ты дай мне пример, рефлексы в машине. Моя голову будет отработать, ты знаешь. Я пришел к тебе, чтобы я расслабился. Это расслабился. И не делать диссертацию. Ты много говоришь с людьми, или нет? Я много говоришь с моей мамой. Кто самый тяжелый человек, я никогда не знаю? Она феминист? Как я бы описываю себя как хуманистом. Она всегда просто хочет, чтобы люди хорошо работают. Это довольно хорошая. Представь себе, если бы к женщинам тоже предъявлялись требования о том, что нужно из себя что-то... А тебе кажется, не предъявляют? Стереотип то, что собственность, или человек, с которым там ненчатся. Ну, то есть, стереотипы такие. Ну, и еще стереотипы, если по требованиям, то обязательно быть красивой, ухоженной. Шлюхой в постели, а верной женой. И вот это х**я. Ну, мне кажется, именно с этим и нужно бороться, то что... Ну, рушить стереотипы и создавать какие-то новые образы. Ну, я всегда есть эти... Аргументы... Ну, не аргументы, и все-таки... Но, вы знаете, девчонки всегда обреждают меня в школе, и потому что они могут wear make-up. Они могут, как-то, trick меня. Ты можешь wear make-up, тоже, мать. Да, точно! Вот так я сказал! Это просто х**я. Это просто х**я. Да, я знаю. Это просто х**я. Это просто х**я. Как... Да, ты можешь быть манипулированным, или ты просто, как-то, как-то, делаешь с этим. Да. Будешь wear make-up? Нет. Ну, наверное, нет. Я думаю, что мужчины должны быть более уважены. История из детства, в классе в шестом, был какой-то костюмированный праздник. Я решил быть котом в сапогах. Уже тогда я одел на голое тело какое-то мамин такое красное манто, шляпу, кошачью маску, и, ну, нужны были сапоги. И, как бы, у меня сапогов не было. Были у мамы. Вот на таком каблуке я приперся в школу. Ну, да, это было странно. Серьезно? Да. Но меня не смущало. Прикольно. А что, сейчас вас мутило? Ну, на каблуках, наверное, да. Да? А если как кот в сапогах? Если как кот в сапогах на определенную особую вечеринку, то можно. Ну, да. Это неправильно, что это хорошо, что это хорошо для женщин, а не для мужчин. Да, правильно. Я думаю, что это правильно. Но я думаю, что это должен быть выбор. Но это не выбор. Это не выбор. Наверное, это будет выбор. Но это просто более стихома вокруг мужчин. Да, мужчин. Да, это точно. И, может быть, на женщин, чтобы делать это, на другую сторону. Да, да. Да, это как ожидается. Таким образом. Мы можем выбрать, но мы можем выбрать против того, чтобы против того, что это сложнее. Ала, я тебе вопрос. Ала, я тебе вопрос. Что? Те отношения. Я не знаю. Что это? Это, что ты последняя отношения? А, нет. Это, это, от правильного порядка. Я не хочу номер, я не хочу пить. Я не хочу пить. Те отношения. Те отношения. Те отношения. Те отношения. Я не знаю, я не знаю. Какой тип, на тему, на камеру? Ты делаешь это, на камеру. Я обязательно напишу это. Это действительно происходит. Я просто люблю это. Я люблю это. Я люблю это. Это невероятно. Это всегда очень трудно для меня, для меня, в моей жизни. Да. Потому что я имею определенные идеи о отношениях. Да. И для меня, особенно, в последние годы, с теми, с теми, с теми, с теми, с теми, с теми. Очень серьезные отношения? Очень серьезные отношения? Нет. Да. У меня есть несколько многих отношений. И, мне, а после того, что мне, я скину, я сниму. Да, вы реально не дайте, да? Я не очень любил, как и мастерство у меня. Да, Фуни, если не так, не просто, ни-ка, ни-ка, не-ка, Да, кто-то, кто-то с моими, В плане семейных ценностей, я увидел у тебя какой-то пост. Неужели ты отвергаешь полностью семейные ценности? Господи, почему? Когда обычно у нас говорят про семейные ценности, имеется в виду абсолютно патриархальная установка. Знаешь, ведическая женщина, которая мир в себе несет, своему мужу носит юбки в пол, и очаг женственности греет своим теплом. И вот это обычно именуется семейными ценностями. Мне сейчас кажется, что у людей на первый план вышла какая-то реализация себя, и все остальное подстраивается. Если говорить о том, что сейчас творят женщины в хорошем плане, каких успехов добиваются, то мне кажется, что в ближайшем будущем понятие семьи будет трансформироваться очень масштабно. Смотрите, я согласен. Как вы обеспечиваете проблемы с вашей женой, когда он был сексистом? Если он был сексистом. Я буду говорить с мужчинами в целом. Потому что я делаю то же самое с всеми перед вами, которые говорят что-то я не верю. Я знаю, но это разнообразно, когда ты любишь человека. Нет. Это не разнообразно? Это же самый дебейт. Это же самый дебейт, но это же самые эмоции? Нет. В какой-то момент у меня был период жизни, когда я мечтал о дочке. Ну, я не знаю, что-то меня стукнуло. Я думал, блин, у меня было ощущение, что ребенок будет понимать меня лучше всех, быть ближе всех просто от природы. И у меня были мысли, что не мужская роль воспитывать ребенка. Ну, в том плане, что одному. Если честно, я тоже думала в какой-то момент про историю родителей для себя. Долгое, продолжительное время у меня ни с кем не складывались отношения. И, знаешь, как часики-то тихуют. Думала я об этом, но тоже как-то мне кажется, знаешь, ребенка ради ребенка или просто ради того, что тебя кто-то любил и слушал. Все-таки хочется найти мужчину сначала, а потом уже рожать. И тоже для меня не обязательно, что это будут моногамные какие-то отношения или обязательно брак. То есть это может быть полигамные или, как сказать, открытые договорные отношения, к которым вы договорились о каких-то условиях, которые вам оба комфортны. И вы их там честно соблюдаете. Такой вариант мне подходит. Бэк. Бэк. Вы их там дым. Бэк. Бэк. Фур-пас. Фур-пас. Там шок? Бэк. Бэк. Бэк сцентрация. Бэк. Что, если я хочу? Вы можете сделать то, что вы хотите. Но я рекомендую, чтобы пить это. Я действительно не знаю. У меня есть уроки, чтобы дать. Пожалуйста. Я очень скромный. Только иногда я надеваю каблуки. Я танцую перед зеркалом. Серьезно? В смысле, правда? Я танцую перед зеркалом. Потому что иногда пришел с работы. И хочется выплеснуть негатив или еще что-то. Можно выбрать музыку. Прикольно, да. Я тоже так делаю. Халлина, наверное, или что я делаю? Может быть, с Асама? Может быть. Халлина? Эй, это Абелла. Если ты не поддерживаешь меня после этого. Я поддерживаю. Потому что с 2-3 бутылок. Это более легко. Ты понимаешь? Я знаю. Если это не так, то это не так. Но если это не так, то это не так. Это всегда будет выходить. Если я здесь. Если честно, я сейчас дождусь на голове. Я бы уже не могла бы... Ну, типа без клянки. Я приглашу тебя. Не, не. Ты можешь, конечно. Не, я приглашу тебя. Если следующий раз я на меня... Конечно. Но ты приглашаешь? Ты приглашаешь меня? Да, я приглашаю. Ты мне говоришь. А, да. Хорошо. Хорошо. Спасибо. 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 И мне понравились его глаза. И не очень понравилось, что он курит. У меня не было такого какого-то ожидания, что я сейчас приду, и тут такой прям профеминист сидит. И такой, да-да, конечно. Равно в траве. Шел к нему всю жизнь, знаешь. То есть это такая стандартная реакция, с которой можно работать. Это было прекрасно. Найя – это прекрасная человек. И это первый раз я поговорю о человеке. Вы знаете, эти табуицы, особенно в Лебаноне. И это, в самом деле, очень интересная конверсация, чтобы увидеть другую точку. Я еще много вопросов. И я уверен, что она тоже имеет. Но следующая разница, в ночь. И это было очень спокойно. Я не чувствовал, что час прошло. И даже когда я был немного провокатив, потому что я хотел увидеть, где я был слышен, что не очень просто… Он всегда был calm. И это правда, что он всегда будет связаться с идеями. Что я всегда не люблю, это не было достаточно нюансов. Это не было точно, что я хочу слышать. Это всегда про меня, что я немного подниму. Это что я слышу все время. Самир и я вместе с друзьями, и он очень хорошо. Если я хочу увидеть его снова, и мы попали к вам, да, конечно. Я думаю, что это было очень хорошо. Обычно, что она была на камеру, но она была очень хорошая. Она была очень хорошая. И она, конечно, немного笑ая. Это тоже позитивная, я думаю. Я бы тоже еще раз спросил ее. Я думаю, что это было хорошо. Он был очень хорош. Он был очень хорошим. Он очень плохим. Это не так, но я же нравятся то, что он был тем, что он не знал. Он не знал, что он не знал. Он не знал, что он был в доме. Может, я даже хочу посмотреть снова. Я думаю, что мы будем просить еще раз. У нас есть. Ну да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok